Представить, как в будущем будет выглядеть территория. Специалисты департаментов и управлений вместе с депутатами городской думы постоянно выезжают в округа, чтобы обсудить на местах планы дальнейшего развития площадок. Сегодня специалисты собрались в Заречье. Сегодня совместная встреча в 22 округе на территории ТОС Заречный, ТОС-класс по вопросам благоустройства, общим проблемным вопросам с руководством мэрии города Череповца и службами. Сейчас мы находимся на территории Беляева-6. По народному бюджету эта территория выбрана как благоустраиваемая в следующем году. Местные жители проголосовали за то, чтобы заросший участок с протоптанными дорожками превратить в комфортное и безопасное место для отдыха, как взрослых, так и детей. Проект будущего сквера уже готов. Расскажите, пожалуйста, что здесь планировалось от реализации. Укрупнено очень дорожки, озеленение, какая малоархитектурная форма возможна. По плану в сквере появится небольшая спортплощадка, два детских городка, место для отдыха со скамейками, пешеходные дорожки в двух исполнениях, освещение, озеленение и цветочное оформление. Здесь в темное время, как бы, ну, сами видите, кто здесь был, находился, и не отдых, а то есть пустое место просто заброшено. Да, и чем хороши вот эти вот небольшие скверы? Это скверы шаговой доступности, да? Вот, например, для жителей вот этого квартала, ну, далековато идти, например, там, в пару двухсотлетий или куда-то там ехать, допустим, да? А тут шаговая доступность, небольшое, очень обустроенное место отдыха. И вот в дворах нету детских площадок. У нас вот в этом районе вообще нет площадок. При этом местные жители попросили согласовать с ними вид будущего сквера и его наполнение, чтобы отдыхать на площадках, заниматься спортом и гулять с детьми было комфортно всем. Проектировщики будут встречаться с представителями ТОС. Уточнять, да, по крайней мере, специалисты УПРО УКСИР сказали мне об этом. Вот, с вами будут уточняться перечень малых архитектурных форм, какие качельки, какие карусельки, какое оборудование лучше предусмотреть для детской площадки, какое оборудование, какие скамеечки, урны, элементы освещения нужно предусмотреть для зоны отдыха. К работам строители приступят уже в 2020 году. За ходом благоустройства этой территории специалисты также будут пристально следить. Анатолий Холин, новости.